МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И задавать свои вопросы моим сегодняшним гостям. А в гостях у меня сегодня заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Юрий Орденов. Добрый вечер, Юрий Николаевич. И герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель, президент Ассоциации гражданской авиации «Авиасоюз» Алексей Новиков. Добрый вечер, Алексей Иванович. Добрый вечер. Такая представительная компания у нас собралась, поэтому всю первую половину нашей программы мы будем говорить о, не побоюсь этого слова, грандиозном событии, которое будем отмечать в ближайшие выходные по всему нашему району и в основном, конечно, на площадках города Щелково. Я имею в виду 80-летие Чикаловского перелета, который произошел 18 июня 1937 года. Уже вовсю идет подготовка у нас в районе, уже информации достаточно много было, но тем не менее, наверное, постараемся как-то объединить это все в одном флаконе, что называется. И первый вопрос вам, Алексей Иванович, вот как вообще родилась идея провести такое грандиозное мероприятие, да, и почему вот именно в Щелково, ну, понятно, взлетали из Щелково, сейчас со Щелковского аэродрома 80 лет назад, ну, и почему, может быть, не проводилось таких торжеств, ну, скажем, прошлые юбилеи, 75 лет, 70 и так далее? Ну, частично вы сами ответили на мой вопрос. Имя Чикалова, экипажа Чикалова, оно листворяет состояние нашего общества, развитие промышленности нашего государства в 30-е годы прошлого столетия. Именно в 30-е годы, перед началом Великой Отечественной войны, шла мощная индустриализация, бурный подъем промышленности, в том числе авиационной. Я неоднократно приводил уже в пример, что на рубеже 29-30-го года мы выпускали сегодня не более 30 самолетов, а к концу уже 30-х годов, к 40-му году, к началу войны, выпуск самолетов был уже не менее 750 самолетов в год, и к началу войны 7,5 тысяч. Естественно, самолеты, они просто так сами по себе, не просто так поступали, их нужно было осваивать, испытывать, и наши летчики проявляли чудеса героизма. В 34-м году экипаж Громова совершил рекордный полет дальности по замкнутому маршруту, но это над сушей. В 36-м году экипаж Валерия Павловича Чикалова в составе Чикалова, Байдукова-Беляков, совершили очень грандиозный полет по сталинскому маршруту, как они его называли, через северный ледовитый океан на Камчатку, за что были удостоены высокого звания Герои Советского Союза. Ну и самый эпогейный, самый значимый перелет, который имел всемирно-историческое значение, это, как вы сказали, 18-20 июня 1937 года. Мир узнал, что такое советский народ, что такое наша страна, чего она добилась, и они перелетели на одномоторном самолете со скоростью 200-220 км в час, со слабой противолюбнительной системой, с не очень совершенной навигационной системой, рванули, дерзнули, перелетели через северный полюс, летели практически неизвестные, но изучили и знали, что могут они это сделать, и может позволить себе. Это наша техника. И они доказали всему миру состояние нашего государства, общества и нашей промышленности. Как сказал Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки, который в то время принимал наш экипаж, он сказал, вы сделали то, что не сделали все дипломаты, и ваши, и наши, вместе по сближению наших народов. Вот чего стоил этот подвиг. Я не могу сказать за прошлые годы, как отмечалось эти, я знаю, что они отмечались, но пять лет назад, я работаю в Нижегородском землячестве, как бы меня попросили отметить, организовать 75-летие этого перелета. Естественно, я знаю истинное положение дел, знаю, откуда они стартовали, с Щелковской земли, с Чикаловского аэродрома. Эта земля, Щелковская, она вообще авиационно-космическая земля. Они стартовали с этого аэродрома. Валерий Павлович Чикалов в начале 30-х годов служил в НИИ ВВС, и сейчас это знаменитый 929-й государственный летно-испытательный центр. Естественно, что мероприятия должны были проводиться здесь. Я и приехал сюда, мы провели переговоры, и в то время уже установили деловой контакт с администрацией Щелковского муниципального образования. В этом году мы стартовали полгода назад. В 9 декабря на Поклонной горе в День Героев Отечества по инициативе семьи Валерия Павловича Чикалова и именно Ольга Валерьевна Чикалова в Центральный музей Великой Отечественной войны был передан бюст Валерия Павловича Чикалова. Мы, авиасоюз, отвечали полностью за организацию этого мероприятия. И тогда мы сказали, мы будем 80-летние перелеты отмечать только на Щелковской земле. По нашему предложению главнокомандующей Воздушно-космической силы Герои Российской Федерации Бондарю Виктору Николаевичу предложили мы организовать организационный комитет, в состав которого вошел глава Щелковского муниципального образования Валов Алексей Васильевич. Нам было очень приятно, как отнялся Валов Алексей Васильевич к этому значимому событию. Он сразу издал приказы, обобразовал рабочую группу и утвердил план мероприятий. И наш членов оргкомитета совместно рабочей группой, которую возглавлял Юрий Николаевич Родионов, мы проводили уже сегодня где-то 8 заседаний по подготовке к этому мероприятию. Но сейчас я считаю, что проведена большая работа и 17-го числа мы стартуем в 12-й школе по улице Гагарина, дом 17, открываем бюст Валерия Павловича Шкалова, который подарил этой школе, я считаю, великий сын нашей России, который возглавляет проект «Аллея российской славы» Сердюков Михаил Леонидович. Проживает он в Краснодаре. У нас с ним давно уже сложились такие творческие, исторически значимые работы. И вот он, по нашему предложению, подарил этот бюст вот этой школе, которая будет присвоена сейчас имя Валерия Павловича Шкалова. Кроме этого, подарил бы бюста 929-му гулицу бюст Валерия Павловича Шкалова и Николая II, российского императора, который в свое время образовал эту знаменитую военно-воздушную школу НИИ ВВС. И я еще хочу сказать, что в этом году исполняется 50 лет, кроме в этой даты, о присвоении НИИ ВВС или Государственного Летно-Испытательного Цирка имени Чкалова. Поэтому не случайно мы этот праздник проводим на Щелковской земле. Я еще раз повторяю, земля намоленная, небо намоленное. Здесь живут летчики-испытатели многих поколений. Здесь живут летчики-космонавты. Здесь живут ветераны знаменитой военно-воздушной академии имени Гагарина, которую я заканчивал. Проводить где-то в другом месте было бы просто нелогично. Поэтому я благодарю всю администрацию Щелковского инвестиционального образования во главе с Валом Алексеем Васильевичем и жителей Щелковского района, которые сейчас вовлечены в этот праздник, особенно департамент культуры и департамент образования, за подготовку к этим мероприятиям. Спасибо, Алексей Иванович. Юрий Николаевич, Вам слово, как представителю администрации Щелковского района. Слова благодарности уже прозвучали, но, наверное, пришлось, конечно, колоссальную работу проделать. Алексей Иванович сказал, что полгода назад началась работа. Как составлялся план мероприятий? Какую поддержку Вам оказывали, так скажем, со стороны организаторы всех торжеств? Да, на самом деле, Александр Иванович уже сказал, что огромная работа была проведена. План верстался очень скорпулезно. План состоит из многих направлений и многих частей. Но сразу бы хотел сказать, что самая главная задача перед нами стояла, это, конечно, патриотическое воспитание подрастающей молодежи. Поэтому первым и основным пунктом в этом плане стояли уроки мужества, которые мы, на наш взгляд, успешно и вместе с коллегами провели на территории Щелковского муниципального района в образовательных учреждениях вплоть до последних дней, крайних дней обучения наших ребят в школах. И это было, на самом деле, событием, потому что они очень серьезно готовились, эти уроки мужества, и огромное количество ребят посетили эти уроки мужества. Мы, даже смотря на то, что это вызвало огромный интерес у ребят, и это нас, на самом деле, одухотворило еще больше, мы провели завершающие в плане подготовки к мероприятию эти уроки мужества в районном дворце культуры и в Щелковском театре, и на этом мы не остановимся, и после проведения юбилейных торжеств с начала нового учебного года мы продолжим такие уроки мужества, потому что наши ребята обязаны знать историю, и, конечно же, историю таких подвигов наших соотечественников, это самое главное. Ну, Алексей Иванович уже сказал, что мероприятие и масштаб он беспрецедентен для Щелковского муниципального района, ну, я не побоюсь того слова сказать и для Московской области, в том числе, и для Российской Федерации, потому что мы постарались, чтобы сделать все для того, чтобы наша общественность увидела еще раз, что мы чтим память наших героев, на мероприятие приглашены огромное количество людей из разных областей Федерации нашей необъятной страны, мы ждем их всех с большим нетерпением, мы, безусловно, как хорошие хозяева к этому очень хорошо готовимся, наверное, уже жители Щелковского муниципального района и особенно поселка Чкаловский заметили, что мы делаем все возможное, чтобы и поселок Чкаловский был благоустроенным, опрятным и празднику был нарядным и я думаю, что у нас все получится, потому что уже остались считанные дни до этого события мирового масштаба и, на мой взгляд, все службы отработали очень неплохо под руководством нашего главы и мы готовы к проведению данных мероприятий. Ну вот о мероприятиях поговорим чуть позже, сейчас предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет по итогам пресс-конференции, которая состоялась на прошлой неделе, там основные мероприятия будут обозначены, а потом поговорим о них более подробно. Давайте посмотрим сюжет. Летом 1937-го знаменитый АНТ-25 стартовал с Щелковского аэродрома. Через 63 часа и 16 минут он, преодолев Северный полюс, без посадок достигнет американского города Ванкувер. Рекорд, а вместе с ним имена Валерия Павловича Чкалова и его экипажа навсегда войдут в историю отечественной авиации. Торжественные мероприятия стартуют утром 17 июня. На территории 12-й школы будет установлен бюст Валерия Чкалова, выполненный в рамках проекта «Аллея российской славы». Для одного из лучших учреждений образования не только нашего района, но и Подмосковья это станет первым шагом к тому, чтобы наконец-то осуществить давнюю инициативу и присвоить школе имя Героя Советского Союза. Мне кажется, что самое главное все-таки это говорить ребятам, чтобы они делали себя сами. Потому что, если взять пример жизни отца, то это человек, который сделал себя сам. Потому что у него была мечта. Он действительно в юные годы увидел гидросамолет на Волге, заразился этим делом. и дальше все шаги, которые он предпринял, это были... Ну, продолжим разговор. Мне, к сожалению, не удалось до конца досмотреть сюжет. Вопрос к вам, Алексей Иванович. Вот насколько важно с вашей точки зрения такие мероприятия торжественно, исторические, для воспитания подрастающего поколения? Я считаю, что они имеют самое прямое, самое важное, самое нужное для нашей молодежи. Наша молодежь сейчас такими передачами и такими акциями она объединена. Показывает, вы сами знаете, в каком направлении. Но я, в общем-то, не хочу кого-то либо критиковать. Но вот то, что проведение таких мероприятий, я должен сказать, что вот недавно мы проводили авиационный праздник Томиль на Московской области, где присутствовало очень много молодежи. Это национальный центр вертолетостроения в Московской области. Буквально только, что я вернулся из Торшка, Тверской области, было 25 лет пилотажной группе «Беркуты». Было очень много молодежи. Я уверен, щелковские ребята, я хочу вас сейчас в пользу случаям обратиться, обращать больше внимания на вот таких героев, качкалов, как Гагарин, для того, чтобы каждый себе мог найти дорогу в небо. Ну, не обязательно в небо, но, тем не менее, правильно определиться в этой жизни. В свое время я уже приводил пример. В седьмом классе я посмотрел фильм «Дни летные» про военных летчиков, летчиков-воспытателей и загорелся, загорелся этой мечтой. Я только и думал, как мне пробиться в летные училища. Хоть не просто, но это получилось. Поэтому каждый, кто придет сюда на эти праздники, во-первых, он почувствует дух, летный дух, летчиков-испытателей, которые придут сюда, летчики-космонавты, которые придут. Они увидят экспозицию Нижегородского музея имени Чкалова из города Чкалов в Нижегородской области. К ним привезут модели с Крыма, вот сегодня они должны прибыть. Они почувствуют дух этого праздника. Молодежи сейчас очень сложно выбирать свою роль и место. Но я считаю, что Щелковская земля обязательно даст в будущем, благодаря таким праздникам, новых Чкаловов, Байдуковов, Беляковов, новых Гагаринов, Титовов, Терешковов, Леоновов. Потому что это все передается и ложится на благодатную именно молодую землю. Юрий Николаевич только что сказал про уроки мужества. Они прошли с большим успехом. И большую помощь в этом оказывал президент фонда «Все вместе» Дмитрий Золотов, которым мы когда тоже познакомились в процессе нашей работы. Администрация работы его оценила, вот как вы сейчас сами слышите, очень положительно. Вот эти уроки мужества, они проходят с большим интересом. И я очень доволен тем, что вот администрация будет дальше продолжать эту акцию. Я хотел бы пользуясь случаем обратиться к предпринимателям, бизнесменам Нижегородской области, тоже связанным с землей Чкалова, Щелковского района. Ведь мы в этот день откроем «Аллею героев». Это инициатива администрации во главе с Валом Алексеем Васильевичем. «Аллею героев» откроют рядом с вечным огнем. А Щелковская земля дала нашей Родине очень много героев. А почему я хочу к ним обратиться? Одной администрации сложно будет потянуть этот проект, а этот проект замечательный. У вас будет своя «Аллея российской славы» Щелковская. Конечно, я понимаю, здесь превалирует авиация и космонавтика. Но если каждый бизнесмен, каждый предприниматель возьмут себе и выберут герои и помогут администрации установить бюст а уже, так сказать, дорога протоптана. В знак благодарности я больше, чем верен администрации, на каждом постаменте этого бюста выбьет имена этих людей, инициаторов, которые будут устанавливать. и мы получим на этой земле настоящую аллею российской воинской славы, которую состоят, конечно, в основном космонавты, летчики, но и эта земля дала и многих других героев, спецназовцев, моряков. Это все будет тоже находиться здесь. Это место будет притяжением для молодежи, для молодоженов, для жителей этого района. Поэтому я очень, так сказать, с удовлетворением отношусь, что все это ляжет в благодатной почве для воспитания нашей молодежи в дуги глубокого патриотизма к нашей родине, к Щелковской земле, к Московской области. Юрий Николаевич, давайте теперь подробнее поговорим о мероприятиях, которые будут, да, вот мы уже знаем, что начнутся торжества в 10 часов возле 12-й школы на улице Гагарина, потом будет открытие мемориальной доски рядом с дворцом культуры имени Чкалова, где стоит мемориал, посвященный 40-летнему, 40-летию перелета Чкалов через Северный полюс, ну и затем открытие аллеи героев в сквере напротив вечного огня, там же на улице Ленина, на пересечении Ленина-Гагарина. Ну, а что еще будет вообще, вот куда идти, что вы посоветуете жителям нашего района? Кроме этого, в микрорайоне Чкаловском во дворце культуры имени Валерия Павловича состоится, конечно же, торжественное мероприятие, куда мы приглашаем, безусловно, заслуженных людей. В этом мероприятии примут участие военнослужащие 8-го аддон Чкаловского гарнизона ГЛИЦ имени Валерия Павловича Чкалова. Конечно, не обойдется без нашего подрастающего поколения, потому что я хотел бы сказать, что Всероссийское общественное движение ЮНАРМИя также активно включилось и включается в празднование 80-летия перелета Валерия Павлова Чкалова, поэтому они также будут присутствовать на этом торжественном мероприятии. Кроме этого, я хотел бы сказать, что на территории поселка Чкаловский весь день для жителей будут проходить всевозможные мероприятия. Кроме этого, город Щелково и Щелковский муниципальный район мы обрадуем большим мероприятием в городском парке культуры и отдыха, где мы запланировали вместе с правительством Московской области и Министерством культуры Московской области огромную культурную программу, которая будет посвящена именно этому событию. Там примут участие самые лучшие коллективы Московской области, известные артисты, поэтому мы будем ждать всех в городском парке с 16 часов и в 22 часа и на территории поселка Чкаловский и в городском парке культуры и отдыха прогремит залпы салюта в честь 80-летия перелета Валерия Павловича Чкалова, поэтому и по количеству участников и мы надеемся по количеству зрителей этот праздник запомнится нашим жителям надолго и для нас это огромная честь проводить этот праздник на уровне я уже сказал не только Щелковского муниципального района на уровне региона именно вместе с авиасоюзом с правительством Московской области с Министерством обороны проводить на нашей территории Ну а поселение районное поселение нашего района городские и сельские как-то подключаются тоже Монина например где еще не так давно была военно-воздушная академия безусловно все поселения у нас традиционно участвуют и принимают активное участие я вам скажу что мы из всех поселений пригласили и в поселок Чкаловский и в Щелково представительные делегации куда войдут ветераны герои мы отработали вместе с соцзащитой каждого героя Советского Союза Российской Федерации проживающего на нашей территории поэтому все представители всех поселений будут участвовать в этом мероприятии и безусловно Монина станет не исключением можно так у перспективов вы сказали что конечно работа с молодежью со школьниками с подрастающим поколением не заканчивается и уроки мужества будут продолжены уже наверное теперь в следующем учебном году ну а вот для скажем остальных жителей планируется ли открытие какой-нибудь постоянной экспозиции или в Чикаловском или в Щелкове экспозиции посвященные подвигу Валерия Павловича ну и естественно Байдукова Белякова которые перелетели 80 лет назад да на самом деле мы на сегодняшний день ведем огромную работу по постоянной экспозиции на территории Щелковского муниципального рана посвященному этому событию на сегодняшний день готов проект этого экспозиционного зала будет располагаться вон во дворце культуры имени Валерия Павловича Чикалова в поселке Чикалова вот на сегодняшний день мы приняли совместное решение координационного совета что мы часть экспозиции которая у нас уже готова и большая часть как сказал Алексей Иванович из Нижегородского музея имени Валерия Павловича Чикалова представим на юбилейных торжествах а в течение года мы эту экспозицию сформируем и будем готовы уже принимать постоянных гостей на территории поселка Чикаловской кроме этого вы знаете что мы расширяем наш краеведческий музей мы им предоставили дополнительные площади и сегодня уже готова экспозиция в краеведческом музее которую мы представим в дни торжества мы обязательно пригласим и почетных гостей и просто жителей Щелковского муниципального района а впоследствии одна из экспозиций будет также посвящена постоянно Валерию Павловичу Чикалу в нашем краеведческом музее спасибо Юрий Николаевич спасибо Алексей Иванович осталось только мне тоже призвать жителей нашего района прийти на все эти мероприятия и своими глазами увидеть что такое аллея героев что такое бюст Чикала что такое мемориальная доска ну и конечно праздничные мероприятия и вечерний салют Алексей Иванович спасибо вам за то что пришли к нам в студию всего вам доброго ну а мы с Юрием Николаевичем продолжим второй план нашей программы о проблемах других проблемах культурно-социальных нашего района спасибо не переключайтесь мы вернемся после небольшого перерыва продолжаем программу диалог напоминаю что в гостях у меня сегодня заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Юрий Ордионов еще раз добрый вечер Юрий Николаевич напоминаю телефоны прямого эфира 567-1440 567-1450 звоните задавайте свои вопросы моему гостю ну а мы продолжим наш разговор и в первую очередь конечно хотелось бы вспомнить вчерашний день торжества посвященные дню России в Щелкове и в Щелковском районе предлагаю сразу посмотреть видеосюжет о том как это проходило а потом будем говорить о том как готовились к этому празднику давайте посмотрим с праздником Россия декларация о государственном суверенитете России была принята более 25 лет назад 12 июня 1990 года еще в 90-х этот день был объявлен выходным поэтому каждый год на празднование выходит множество людей мы все хотим чтобы наша родина была самой сильной самой великой державой и та страна в которой уважают старших обращают самое большое внимание на молодежь в которой чтят традиции она будет великой мы были первыми в космосе мы были первыми в атомной промышленности в авиационной промышленности во многих других и дальше пойдем первыми да здравствует День России да здравствует наш президент который нам всем показывает пример как надо любить ее ура дорогие мои быть первыми с такой задачей страна справлялась испокон веков а что будет дальше зависит от нас с вами главное не опускать планку в единстве сила и секрет успеха наши предки действительно оставили нам великую страну и наша задача сегодня ее таковой сделать и передать нашим поколениям этот день они точно запомнят надолго под аплодисменты юным жителям Щелкова на сцене вручили паспорта ребятам которым не так давно исполнилось 14 лет но пожалуй самым ярким моментом празднования стал флешмоб в честь Дня России и Щелковцы приняли участие в акции «С чего начинается Родина» хором спев любимую народом песню в результате площадь Ленина превратилась в один большой триколор национальный символ нашей страны вот так торжественно и ярко в Щелкове отметили День России подарки щелковцам приготовили и творческие коллективы района однако несмотря на массовость атмосфера на празднике царила необыкновенно теплая и душевная ну вот узнали те кто там не было что происходило у нас в городе и районе Юрий Николаевич хотелось бы узнать насколько сильно отличались праздничные мероприятия посвященные Дню России от прошлых лет хочу сказать что в этом году как и каждый год что-то мы вносим новое в празднование Дня России главном празднике нашей страны вот все было уже сказано в ролике но хотел бы еще раз сказать что правительство Московской области в этом году было предложено нам провести флешмоб с исполнением песни с чего начинается родина я хочу сказать что кроме того что мы видели сейчас в ролике это на самом деле завораживает и одухотворяет каждый кто стоял на этой площади и на главных площадях в каждом поселении проходили такие же флешмобы и люди пели искренне от души эту замечательную песню которая характеризует нашу страну нашу матушку Россию нашу духовность это было незабываемо кроме этого я хочу сказать что у нас в наших загородных лагерях мы также провели торжественное мероприятие посвященное этому событию и ребята и в лагере юноармеец и в лагере лесная сказка исполняли наизусть песню с чего начинается родина и мы после завершения мероприятия вечером проезжая контролируя работу лагерей пообщались с ребятами и мы на их лицах и из их уст услышали только положительные эмоции им очень понравилось они запомнили эту песню я думаю что они запомнят ее на всю оставшуюся жизнь и это конечно очень здорово и несмотря на то что все организационные моменты как всегда нужно просчитать до мелочей мы считаем что праздник удался на славу и жители и города Щелково и Щелковского муниципального рона каждое поселение сделали все возможное чтобы показать насколько мы сильны насколько мы едины вот такими совместными мероприятиями ну а на будущий год есть какие-то планы или пока рано говорить пока рано говорить будем держать все-таки в секрете потому что каждое мероприятие на мой взгляд должно для жителей для гостей нашего города района все-таки быть какой-то загадкой чтобы все-таки людям было интересно приходить на данные мероприятия ну давайте от праздничного настроения перейдем к будням все-таки праздники у нас ярко отмечаются но к сожалению они не так часто бывают будущей дней значительно больше поэтому хотелось бы поговорить еще об одной важной проблеме сейчас у нас в районе идет диспансеризация населения естественно не все к ней подключаются так скажем и не все могут ее пройти в силу года своего рождения вот хотелось бы узнать от вас более подробно что это за мероприятие кто может пройти диспансеризацию ну и вообще насколько она нужна на самом деле это очень важная тема для жителей и нашего района и в целом для жителей нашей страны я хотел бы сразу в начале обсуждения данной темы сказать что диспансеризация проводится абсолютно бесплатно для всех жителей нашего района по полюсу ОМС значит возрастной ценз это 21 год и плюс 3 21 24 27 в этом году вот поэтому у кого год рождения попадает на год диспансеризации этого года приглашаем посетить лечебное учреждение нашего района где прикреплены жители прикрепленные к данному лечебному учреждению пройти диспансеризацию на самом деле хотел бы сказать только пару ремарок на сегодняшний день к большому сожалению Щелковский муниципальный район входит в число районов в котором самая огромная смертность от сердечно-сосудистых заболеваний кроме этого у нас не очень хорошо обстоит дело с туберкулезом кроме этого у нас не очень хорошо обстоит дело с онкологическими заболеваниями поэтому именно диспансеризация это тот шаг первый шаг который даже если на взгляд человека он абсолютно здоров он обязан для своего спокойствия пройти в лечебном учреждении повторюсь абсолютно бесплатно почему мы на это обращаем сегодня особое внимание потому что исходя из анализа смертности в Щелковском муниципальном районе хотел бы сказать что очень сильно помолодели инфаркты инсульты и это не мои пустые слова это аналитика профессионалов врачей которые проработали и отдали этой отрасли всю свою сознательную жизнь поэтому мы убедительно призываем всех жителей Щелковского муниципального района всех поселений прийти и пройти в соответствии со своим годом рождения и месяцем рождения пройти бесплатно диспансеризацию в лечебном учреждении мы провели в мае месяце и жители очень благодарны нам вместе с Бакулевским центром выездную такую сессию где огромное количество жителей прошли тесты и пробы на те заболевания которые есть в сосудистых заболеваниях и мы видим что эта необходимость у жителей очень велика поэтому у нас существует в каждом лечебном учреждении и это практика Московской области Министерства здравоохранения Московской области проводить по выходным дням единые дни диспансеризации это сделано специально для удобства жителей которые работают заняты в будние дни поэтому убедительная просьба на сайте лечебного учреждения к которому прикреплен пациент житель данного микрорайона либо поселения посмотреть где размещены даты до конца этого года единые дни диспансеризации еще раз всех призываю потому что это очень важно для каждого из нас Юрий Николаевич еще раз напомнить нашим зрителям я попрошу режиссера показать на экране памятку о диспансеризации какие документы необходимо брать с собой в поликлинику мы с собой берем в поликлинику только паспорт и полис ОМС ну вот я смотрю там написано биоматериал для анализов это сразу надо брать или потом уже когда можно и потом можно и сразу хорошо спасибо давайте продолжим еще пока по таким скажем будничным важным делам я имею ввиду что окончание учебного года и в нашем районе и во всей стране пока еще идут экзамены в школах и других средних учебных заведениях есть какие-то особенности проведения ЕГЭ в этом году значит в этом году мы особенно готовились к экзаменационной сессии в рамках ЕГЭ и ОГЭ для 9 классов и для 11 классов значит мы в прошлом году провели очень большую работу которая нам помогла в этом году без срыва начать экзаменационную сессию это установка дополнительных камер видеонаблюдения в аудиториях где сдают экзамены выпускники 2017 года кроме этого штабы должны были быть оборудованным тоже двумя камерами мы эту работу выполнили еще в прошлом году в этом году у нас никаких проблем с этим не было значит особенность этого года для сдающих ЕГЭ выпускников 11 классов это то что экзамены и итоги результаты экзамена выводятся на трехуровневую систему проверки то бишь первая проверка автоматическая вторая комиссия смотрит и третья по необходимости на уровне выходит из региона из Московской области и смотрится на уровне Рособорнадзора Российской Федерации конечно это касается в первую очередь ребят которые сдали на высокие баллы в том числе на 100 баллов поэтому особенность такая в этом году есть очень тщательно Рособорнадзор следит за проведением ЕГЭ у нас уже была выездная комиссия Московской области Министерства образования и специалистов которые контролируют сдачу ЕГЭ замечаний наш район не получил пункты сдачи экзаменов работают в штатном режиме и в соответствии с действующим законодательством уже на сегодняшний день хочу сказать что есть первые результаты ЕГЭ по биологии в нашем районе есть один 100-бальник который уже подтвержден Рособорнадзором Российской Федерации то бишь мы надеемся что эти итоги будут только мы будем только наращивать и наращивать и будем ждать как можно больше 100-бальников ну или около 100 баллов потому что конечно же это позволит ребятам более уверенно ориентироваться на то что они поступят в те вузы в которые они безусловно желают безусловно это очень напряженный период для нас для тех кто организует для тех кто контролирует этот процесс но ребята мы уже увидели по первым экзаменам очень хорошо и подготовлены и настроены морально потому что это еще и психологически очень непросто нам очень огромное спасибо родителям очень они конечно помогают настраивают детей у нас есть общественные наблюдатели которые мы готовили вместе с Московской областью в министерстве образования они тоже нам помогают сделать все возможное чтобы ребята прошли экзаменационную сессию хорошо и на отлично ну и не будем забывать что губернатор Московской области Андрей Евгеньевич Воробьев поставил задачу чтобы наш регион Подмосковье вошло заняло первое место среди образования по среди всех российских регионов сейчас пока мы только пятая занимаем но думаю что наш район тоже внесет свой вклад свою лепту в то чтобы выйти когда-нибудь и на первое место как планируется ну а поскольку не за горами уже и окончание экзаменов выпускной бал вот в прошлом году у нас был единый выпускной первый раз мы организовали планируется ли это делать в этом году тем более что на областном уровне тоже собираются сделать большой праздник 24 июня что будет у нас в районе да на самом деле я хотел бы сегодня еще раз сказать что в прошлом году мы впервые провели единый выпускной бал для выпускников Щелковского муниципального района и в этом году это станет не исключением мы готовимся к этому событию года также единственное я хотел бы сказать что и сегодня еще раз довести до сведений о родителей законных представителей они уже наверное об этом знают точно знают о том что нам пришлось немножечко изменить дату проведения единого выпускного не 24 а 23 июня этого года мы проведем на территории УСК Подмосковья универсального спортивного комплекса Подмосковья данное мероприятие так как 24 правительство Московской области проводит единый выпускной вечер для выпускников Подмосковья в парке Патриот поэтому у нас тоже есть желающие выпускники чтобы поехать и посмотреть на это зрелище поэтому мы тоже присоединяемся к правительству Московской области к министерству образования и безусловно повезем организованно наших ребят в парк Патриот на единый выпускной бал для выпускников Подмосковья конечно мы очень сильно и внимательно готовимся к этому мероприятию мы должны учесть все нюансы вплоть до мелочей и конечно же самое главное это безопасность проведения данных мероприятий потому что в этом году у нас более 800 выпускников примут участие в едином выпускном вечере на территории Щелковского муниципального района ну хотел бы сказать что будет очень много сюрпризов которые никто не знает раскрывать не будем раскрывать да и это они узнают когда придут и приедут на выпускной бал но все равно вот насколько я знаю что в Патриот наверное поедут не все есть известно кто туда собирается сколько человек все таки выпускной единый выпускной в районе ну это так скажем обязательное мероприятие потому что конечно все заканчивали школу все участвовали в выпускных баллах а в Патриот наверное поедут не все известно сколько там сколько там немало желающих около 200 человек которые желают и мы еще не останавливаем прием заявок мы опрашиваем каждого выпускника родителя их желание побывать на выпускном в Патриоте поэтому у всех есть такая возможность и мы никого не ограничиваем на сегодняшний день заявок примерно около 200 но и в конце программы поговорим о тоже грандиозном опять не побоюсь этого слова мероприятии которые проходят у нас уже не первый год в районе каждый год конечно это не 80-летие Чикаловского перелета но тем не менее я имею ввиду конечно фестиваль военно-исторической реконструкции душеновские маневры которые год от года набирают обороты все больше и больше людей привлекается в прошлом году опять же заняли два приза можно сказать федерального уровня как раз среди исторических реконструкций поэтому вот хотелось бы узнать какие особенности в этом году планируются на самом деле да я хотел бы сказать что 1 и 2 июля этого года пройдет 19-й уже военно-исторический фестиваль душеновские маневры на самом деле прошлый год после проведения 18-го фестиваля мы поставили перед собой цель принять участие во всевозможных конкурсах на уровне Российской Федерации и представить фестиваль Щелковского муниципального района мы это сделали сделали успешно как вы сказали мы завоевали наверное все-таки не 2 а 4 приза на уровне федерального уровня в разных номинациях да и конечно же мы очень тщательно готовились к 19-му фестивалю на сегодняшний день подготовка находится уже в завершающей стадии потому что уже остаются считанные недели до проведения фестиваля участвуя во всевозможных конкурсах и фестивалях представляя наш фестиваль нам удалось выйти немножко на другой уровень и на другое взаимопонимание с другими военно-историческими фестивалями в Российской Федерации поэтому в этом году в рамках фестиваля у нас состоится большой фестиваль фестивалей мы пригласили и на наше приглашение отозвались очень много военно-исторических клубов которые представят свои реконструкции тех или иных эпох и конечно это самое ценное в рамках данного фестиваля кроме этого мы проведем фестиваль пряника это в этом году станет брендом нашего фестиваля душоновские маневры которые будут и вручаться в качестве призов и подарков и также те кто приедут смотреть смогут приобрести его в сувенирных пряники сами напечем или из стула привезут нет мы будем их печь сами со специальными брендами поэтому я думаю что у нас все получится для этого у нас есть все возможности вот кроме этого безусловно мы как и в прошлом году мы разделяем на много зон для того чтобы зрителям было удобно и смотреть реконструкции и смотреть те выставки и прикладного искусства и всевозможные выставки костюмов оружия для того чтобы все было гармонично в рамках той территории которую мы определили для проведения военно-исторического фестиваля мы видим по отзывах в соцсетях и конечно информационное сопровождение информационное продвижение каждого продукта на сегодняшний день очень велико и мы видим что по фестивалю душеновские маневры активность жителей не только нашего района Московской области неплохая на сегодняшний день мы ожидаем большое количество жителей на фестивале в этом году также особенностью станет что не во второй день как в прошлые годы а в первый день состоятся реконструкции все основные а во второй день мы безусловно представим разные площадки для разных возрастов для того чтобы все-таки насладиться больше отдыхом а не лицезреть только реконструкции средних веков смутного времени наполеоники второй мировой войны и соответственно первой мировой войны поэтому мы всех ждем с большим нетерпением очень тоже пристально готовимся к этому фестивалю все службы района уже неоднократно под моим руководством и под руководством Алексея Васильевича Валова проводили координационные советы все нюансы по благоустройству территории по дорожной инфраструктуре по безопасности безусловно находятся под пристальным контролем и вниманием и я надеюсь что мы фестиваль 19-й душеновские маневры также проведем на высоком уровне и еще хотел бы анонсировать что 25 июня в РИА новостях на федеральной площадке у нас состоится та же пресс-конференция где мы прононсируем на всю Российскую Федерацию наш фестиваль душеновские маневры мы им гордимся и будем работать над тем чтобы его знали не только в Московской области но и Российской Федерации большое спасибо Юрий Николаевич за ответы на вопросы спасибо что нашли время прийти к нам в студию напоминаю что сегодня в гостях у программы диалог был заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Юрий Родионов это была программа диалог смотрите нас каждый вторник на Щелковском счастливо учиться в школе смотрите продолжение в следующей серии Продолжение следует...